Для этого проекта нам понадобятся старые запчасти от автомобиля. Было бы проще, если бы ступица была от моей машины, но нет. Эту ступицу я нашел также на свалке, и она просто по разболтовке не подходит, поэтому мы просто выбиваем шпильки и провариваем. Предварительно все зачистив. А дальше нам нужно срастить уже непосредственно ступицу и сам амортизатор. Амортизатор изначально я хотел использовать как бы по назначению, чтобы он, как бы это тупо не звучало, амортизировал. Но самое главное, что нельзя варить амортизатор полным, поэтому его нужно просверлить. А, соответственно, я его просверлил, ссил с него все масло, и амортизатор стал не стоим, не рабочим. Поэтому он свою главную функцию, амортизирование, да, не выполняет. Но не беда, он нам нужен просто по большей степени как декорация. Мы все равно будем сидеть по большей степени на пружине. Никогда, никогда не варите полные амортизаторы. Всегда нужно просверлить и спустить масло. Потому что у меня он даже полыхнул. Но я пытался на свой страх и риск. В итоге, после того, как я слил масло, все замечательно проварилось. Даже если мы убрали масло из амортизатора, все равно его пары дают очень едкий вонючий дым при проварке. Для сидения я использовал толстую старую 12-ю фанеру, из которой вырезал кругляш. И также нашел второй кругляш. По-моему, это остатки из домика для котиков. Непосредственно само посадочное нашего сидения я решил сделать, ну, вроде как, правильно и технологично на резьбе. Для этого взял старенькую звездочку. По-моему, это также с мотоцикла, спидбайка. Я вварил в него длинную гайку на 17, насколько я понимаю. И эта гайка накручивается на шток амортизатора, то есть на стандартную резьбу. Между двумя с фанерами я положил металлическую пластину толстую, чтобы кто-то... Ну, я по-любому напишу в комментариях, что вдруг мне пукан пробьет, да, старым амортизатором. Не пробьет. Во-первых, потому что наш амортизатор не работает. Мы по факту сидим на пружине. А во-вторых, как бы там не старались, да, там есть, во-первых, резьба. А во-вторых, там есть два слоя фанеры, между которыми толстая металлическая пластина. Пружину я взял, импровизированно зажал между двух корзинок сцепления от старого мопеда «Карпаты», который у меня валялось. И это выглядит довольно целостно. Ну и плюс не дает пружине гулять, получается, по амортизатору. Саму пружину я решил подреставрировать, покрасить также белый цвет матовый. Окрашиваем все в наши фирменные цвета, цыганщина. А сами эти корзины сцепления покрасим в флуоресцентную, лимонную или зеленую салатовую краску. И посмотрим, будет ли она работать. Чисто попробовать. В дальнейшем я хочу сделать из распредвала кальян и покрасить распредвал этой флуоресцентной краской. Интересно, будет она себя вести в темноте или нет. Само сидение я хотел обшить естественно кожей, но естественно я ее нигде не нашел. И как бы ехать вечером в магазин уже не было возможности, а проект откладывать нельзя. Вам нужно, чтобы видео было сегодня. И я решил ее просто оббить старой робой, которую я уже не одевал. И собираем нашу замечательную конструкцию и начинаем ее тестить. Да, шток слегка болтается, но я так понимаю, что он болтается лишь потому, что амортизатор пустой. И просто его ничего не держит, то есть нет вакуума. Но, тем не менее, это все крутится, это все вертится и довольно интересно смотрится. Я думаю, что нужно еще будет приварить ножки и будет вообще замечательно. Спасибо большое за просмотр. Мне очень приятно. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока! Субтитры сделал DimaTorzok